Больше 4000 контейнерных поездов прошли через Харгос в этом году. Почти столько же вагонов с грузом пересекли коридор Китай-Казахстана и Европа через стык до стык Алашанькоу еще в конце октября. Это на 45% больше показателей прошлого года. На ежегодной встрече с журналистами в этом году она проходила онлайн. Чрезвычайный полномочный посол Кайнер в Казахстане Джан Сяо назвал трансграничное транспортное сотрудничество самым ярким достижением 2020 года. По словам дипломата, COVID-19 стал не только испытанием на прочность, но и поводом для сближения государств. Пандемия коронавируса только укрепила отношения между Казахстаном и Китаем. В сложное время два государства не остались равнодушными и своевременно протянули друг другу руку помощи. На фоне глобальных ограничений экономического спада двум странам удалось преодолеть первую волну пандемии с плюсом. На 80% вырос объем прямых инвестиций КНР в казахстанскую экономику, составив 360 миллионов долларов. Товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил 18 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 2%. Посол подчеркнул, что это результат целенаправленных действий правительства обеих стран, принятых в течение последних двух лет. С учетом того, что коронавирусу все еще придется противостоять, Китай предлагает партнерам по инициативе «Один пояс, один путь» сформировать цифровой шелковый путь. В числе реализованных и реализуемых проектов есть такие высокотехнологичные проекты, как производство автомобилей, электрокаров, производство рапсового масла. Казахстанцы ориентировочно смогут уже 5 января следующего года. С 1 января Жилстройсбербанк будет называться по-новому – «Одбасы». Скорее всего, по словам мажорисменов, он будет главным оператором проекта по частичному снятию пенсионных накоплений. А давать деньги в руки казахстанцам не будут. Вместо этого специалисты ЕНПФ перечислят пенсионные на специальный счет вкладчика. Откроют его «Одбасы» банки. По словам представителей банка, использовать часть пенсионных накоплений можно будет на определенной цели. Например, на покупку жилья или погашение ипотеки. Ее, по данным Первого кредитного бюро, сегодня выплачивают 302 тысячи казахстанцев. При этом, если у вас уже есть ипотека и вы без труда гасите заем, то деньги можно будет потратить на покупку нового жилья. Ограничений по количеству недвижимости нет. Не захотите брать квартиру, можно потратить часть пенсионных на лечение или вложить в инвестиционные фонды. Сейчас законопроект по частичному снятию пенсионных накоплений рассматривают сенаторы. Ожидается, что до конца этого года его подпишет президент. По данным ЕНПФ, стать участником проекта смогут больше 750 тысяч человек. Мы, как единый оператор, будем получать заявку онлайн, будем направлять эту заявку в информационную систему ЕНПФ. Будет оттуда приходить сумма сразу онлайне. В личном кабинете высвечиваться, допустим, из Какова, Карлагаш. Вам доступно 12 миллионов 680 тысяч деньги. Потом будет выбираться цель использования этих денег. И будет самим вкладчиком определяться эта цель. И будут закрепляться документы как подтверждающие. Спутник ВИ получила Челябинская область. В регион доставили первую партию тысячу доз препарата. В первую очередь прививки делают тем, кто чаще всего контактирует с другими людьми по роду своей профессии – учителям и врачам. Спутник ВИ в аптечном складе перевозят в морозильных камерах. Внутри минус 18. Почти 770 добровольцев уже получили первый компонент другой российской вакцины – эпиваккарона, который разработал Центр Вектор. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. За прошедшее десятилетие 2020 год стал одним из наиболее сложных периодов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что страна работала в сложных условиях пандемии и мирового снижения рынка. Из-за этого промышленность не дотянула до уровня прошлого года. Снизились инвестиции и экспорт. При этом удалось сохранить финансовую стабильность в банковской сфере и на валютном рынке. Ключевая задача сейчас – увеличить реальные доходы населения и контролировать цены. Государство намерено поддержать и экспортеров. Пока документ по экстренному кредитованию и страхованию готовится, сейчас на такую помощь могут рассчитывать только предприятия с контрактами в 200 тысяч долларов. Этот порог планируют снизить. Также на совещании президент озвучил, что в нынешних условиях целесообразно строить планы на год. Перспективы на пятилетку обсудят на всей Белорусском народном собрании. Правительство предлагает сосредоточиться на социальной стабильности и задачах, которые ее обеспечивают. Нормально. Концептуальный подход правильный. Это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары добавляю и не только. Вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу. Экспорт для нашей экономики – это условие выживания, не побоюсь сказать, потому что сейчас, как никогда, все борются за рынки. Поэтому экспорт-продажи – это одно из основных направлений, на котором мы концентрируем внимание и соответствующим образом адаптируем или модернизируем систему поддержки экспорта, в первую очередь финансовую. Кыргызстан договорился с Китаем об увеличении грузопотока через контрольно-пропускные пункты Иркештам и Таругард. До пандемии через них проходило до 300 машин в сутки, но в начале года один из пунктов закрыли, а проходимость второго упала до пяти грузовиков в день. В планах увеличить показатель до 30 фур в сутки. Правительство Кыргызстана вело переговоры с Китаем два месяца. Об этом рассказал исполняющий обязанности премьера-министра Артем Новиков во время рабочей поездки в Наринскую область. По его словам, КПП Иркештам будет работать до 12 часов в день без выходных. Там же появятся дополнительные склады для хранения товаров и специальный кран для их транспортировки. С начала 2020 года торговый оборот Кыргызстана с Китаем снизился практически вдвое. По пункту пропуска Таругард ситуация несколько сложнее. Здесь высокогорье. Поэтому сейчас мы посмотрели места, где можно расположить инфраструктуру по обеспечению дезинфекции транспортных средств с Кыргызской стороны, а также места для обеспечения перегрузки товаров на государственные границы для того, чтобы увеличить объем перевозки грузов через контрольно-пропускные пункты. Есть уже определенные понимания этого процесса. Дискотек нет. Клубы во Франции по-прежнему закрыты. Но их владельцы и менеджеры вышли на улицы, чтобы власти услышали их песнь ярости и гнева. Сотрудники ивент-индустрии собрались в историческом центре Леона на площади Белькур, одной из крупнейших в Европе. Государства утверждают, они не оказывают им должной поддержки. Участники акции воодушлены тем, что солидарно с ними проявляют представители других профессий. Рестораны, если позволит эпидемиологическая ситуация, смогут принимать клиентов только с конца января. Многие в этом видят отсутствие доверия со стороны властей. Нелегко приходится и гостиничному бизнесу. Некоторые отели открыты, но гостей практически нет. Туристическая отрасль находится практически в коматозном состоянии. Магазины, торгующие непродовольственными товарами, открылись во Франции 10 дней назад. Но их хозяева говорят, что все еще не видят света в конце туннеля. Есть еще одна проблема. 93% предприятий малого бизнеса не имеют страховки на случай пандемии. Суды рассматривают множество споров. Страховщики заявляют, что разблокировали 3,8 млрд евро для поддержки экономики и заморозили сумму взноса на 2021 год. Но и этого недостаточно, чтобы малый бизнес покрыл свои убытки. Устрицы у олидии выращивают с 50-х годов прошлого века. Еще совсем у маленьких шестимесячных моллюсков 24 тонны в год импортируют из Франции, а потом выращивают здесь. В период с сентября по январь устричные фермы производят более 2 миллионов устриц. Через 6 месяцев устриц достают из лагуны и сортируют по размеру. У олидии сейчас производится около 300 тонн устриц в год. Оборот составляет около 8 миллионов дехрамов – это 900 тысяч долларов США. Сейчас у олидии и тхали действует 17 ферм, на которых работают более 200 человек. В эти месяцы самым дефицитным товаром может стать лед. Вакцины, которые уже одобрены, одобряются в настоящий момент или только одобрены будут, должны храниться при температуре порой достигающих и минус 70 градусов по Цельсию. Это ниже, чем зимой в Антарктике. Чтобы сберечь все противовирусные свойства медикаментов, требуются либо особые холодильники, либо механизмы, производящие сухой лед. Их еще называют пилитайзеры. В пилитайзеры подается углекислота, находящаяся в жидком состоянии. В Европе, в одной из до сих пор действующих предприятий по выпуску такого рода политайзеров, расположено в Бельгии, спрос по сравнению с доковидной эпохой вырос в пять раз. И если очень многие секторы экономики страдают от вызванного пандемии кризиса, то фабричные мощности производителей политайзеров загружены под завязку и работают круглосуточно. Продолжение следует...